Освещение на пешеходных переходах по-прежнему недостаточно. Общественная палата Ниньского округа провела плановый рейд по дорогам на Рейнмар и поселка Искателей. В ходе поездки комиссия осмотрела так называемые зебры, которые наиболее востребованы среди населения. Владимир Рожин выяснил, достаточно ли света в темное время суток на местных пешеходных переходах. И он расскажет все подробности. Первая остановка – пешеходный переход рядом с больничным городком. Члены комиссии, вооружившись люксметром, специальным прибором для измерения количества света, направились туда не случайно. Это один из самых оживленных участков. Один единственный пешеходный переход, который здесь обустроен, который ведет прямо к больничному городку. И мы сейчас проверим, сколько здесь он показывает люксов. С этой стороны дороги он показывает два люкса при норме в 10. Путем простейших вычислений общественники приходят к выводу. Отклонение от нормы практически в пять раз. Следующая зебра в районе старого аэропорта. Кстати, здесь люксметром даже пользоваться не пришлось. На пешеходном переходе освещение попросту отсутствует. Вообще никак не освещен. Он как раз находится на аварийном участке дороги, где нет асфальтового покрытия. Вот он здесь находится. Из-за руля его не видно вообще. Если только при дальнем свете. Что касается тротуаров в районе старого аэропорта, то и здесь также не все в порядке. Тротуаров не видно, они находятся на уровне дороги и непонятно, где заканчивается сама дорога. Вот люди ходят по обочине, здесь ходят мамы с колясками. Собственно говоря, ничего не видно. Фонарных столбов здесь, как мы видим, тоже нет. Шикарно видно, все видно. Причем человек в одежде абсолютно не отражающий свет. К слову, не везде все так плохо. Яркие во всех смыслах тому примеры пешеходные переходы в микрорайоне Хариверская экспедиция. Здесь установлены современные светодиодные фонари, свет от которых падает не только на дорожное полотно, но и на пешеходные зоны. А если замерять на люксметр, мы видим здесь цифру в пределах 80-85. При норме въездить люкс, это говорит о том, что примерно 8 раз превышает норму, положенную по освещению трактного пешеходного перехода. Именно такого пешеходного перехода уже давно не хватает в районе лесозавода. Зебра, которая у местных водителей вызывает опасения. Всему виной неоднократные случаи аварийных ситуаций и ДТП. Причем с участием, опять же, пешеходов. С этой стороны темнота, и с той стороны темнота ничего не видно. И при подъезде к этому переходу можно совершенно спокойно не увидеть пробегающего человека. Такого же мнения придерживаются и водители, и пешеходы. Они уверены, большинство сейбр на городских дорогах плохо освещены. И при том, что в регионе скоро наступит полярная ночь. Темно будет практически круглые сутки. Очень темно. Везде. Из-за этого постоянно происшествия происходят. Я переходила пешеход, и машина неслась, и даже не заметила меня. И пронеслась мимо. Как считаешь, почему так вышло? Потому что плохо освещенное место было. Ну, фонарей, мне кажется, не хватает. Очень темно переходить. Не хватает освещения конкретного. Тем более район Захребетный, Сахалин. Там самые опасные пешеходные переходы. С двух сторон обязательно освещение должно быть пешеходного перехода. Молодежь ходит в наушниках. Они не слышат ни приближения машины, ничего. Не оглядываются ни налево, ни направо. Рейд показал, подавляющее большинство пешеходных переходов на Ринмаре и поселке искателей не соответствуют нормам искусственного освещения. Члены общественной палаты заявили, проблема крайне серьезная. И оставлять ее без внимания они не собираются. Проблема, на которую мы сегодня обратили внимание, из числа тех, которые требуют решения. Причем решения безотлагательного. Потому что на тот километраж на Ринмарских дорог, небольшой, в ходе одного лишь рейда, мы выявили не один десяток. Вы только вдумайтесь, не один десяток пешеходных переходов, которые либо не освещены вовсе, либо освещены очень плохо, либо находятся в зоне плохой видимости, как рояль в кустах. Либо они находятся там, где им вовсе не должно место находиться. Поэтому все эти данные, которые мы получили в ходе сегодняшнего рейда, будут вынесены сначала на комиссию по ЖКХ общественной палаты Ненецкого округа, а затем и станут основой форума «Качество жизни». Глава региона Александр Цибульский тем временем уже поручил своим подчиненным рассмотреть возможность модернизировать систему освещения на местных дорогах. Речь, в частности, идет о пешеходных переходах. Масштабные работы по замене и установке дополнительного оборудования могут начаться в следующем году. Владимир Рожин, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал Север.